друзья всех рад видеть вновь на своем канале сегодня у нас будет очень интересный обзор на интересный автомобиль это golf 8 гибрид gte очень редкий на сегодняшний день автомобиль в россии на него практически нет русскоговорящих каких-то полноценных обзоров до чего говорить абсолютно нет я вот пытался найти собрать максимум информации на него собрал но это было нелегко поэтому ребят сегодня внимательно смотрим и слушаем что я буду рассказывать про этот интересный заряженный хэчбэк golf 8 гтс смотрите до конца будет интересно ну что ж друзья давайте начнем наш с вами обзор на этот замечательный современный гибридный заряженный хэчбэк сразу в начале ролика чтобы не затягивать расскажу про его стоимость его пробег и год выпуска также расскажу про его характеристики машина как видите очень современно и стильно выглядит это конец 2020 года пробег составляет 36 тысяч километров и стоимость данного гибридного хэчбэка 3 миллиона 150 тысяч рублей и так машина оснащена электро двигателем двигателем внутреннего сгорания 14 turbo в купе вся вот эта силовая установка выдает 245 лошадиных сил 400 ньютонов крутящего момента по значит схожим характеристикам он выдают такую же мощность как и golf 8 gti который 2 литра turbo бензин здесь в автомобиле поперечно находится двигатель и этот автомобиль переднеприводный оснащается роботизированной трансмиссией dq 400 и это шестиступенчатая мокрая коробку в которую насколько я узнал нашел информацию внедрен электродвигатель и так друзья начнем с обзора комплектация наверное сразу вы можете увидеть синюю полоску которая нас извещает да что это какой-то экономичный автомобиль также у нас есть вот такие отдых и ложки они работают вместе с фарами здесь же находится у нас наши значит обозначение буквы gte означающие что у нас полноценный гибрид эта машина может двигаться как на электротяге также и совместно ускорять этот автомобиль за 6 5 секунды до 100 в купе с turbo бензиновым мотором сам процесс зарядки заправки электричеством происходит в переднем левом крыле здесь есть этот крышка для того чтобы вставить пистолет розетку проще говоря да там и за допустим несколько часов а может и быстрее на быстрой зарядной станции вы можете полностью пополнить батарею электричеством а это будет означать о том что вы можете ехать на просто на электротяге около 60 километров и также это будет означать что он будет экономить ваш бюджет на так скажем на том же заправка на той же заправке бензином то есть вы можете ездить на работу там по каким-то делам магазины просто на электричестве так друзья насчет разгон 65 производитель заявляет где-то написано 6 и 3 то есть опять же вернемся да он схож по мощности и разгону с гольфом gti который имеет мощность 245 как и жить и версия единственное что здесь расход средний вкупе с этой установкой там двигаясь по городу может достигать в районе 2 2 3 литров как написано каких-то форумах да то есть людей кто передвигается на похожих автомобилях там 7 серии примеру дальше хочется сразу же коснуться быстро экстерьера здесь 17 диаметр колеса на автомобиле но посмотрите сейчас я вам вблизи покажу может быть не так понятно у него огромные такие тормозные диски то есть увеличенная площадь то есть это говорит о том что здесь стоят усиленные тормоза нашей версии машина может заряжаться в движении от рекуперации насчет насколько мне известно после там 120 километров в час этот автомобиль едет полностью на бензиновом моторе даже вот у так пришел посмотреть на такой редкий автомобиль как гольф gt и насчет здесь вот сколько я мог собрать информации здесь мощность делится на две половины это как заявляют некоторые источники здесь электрический двигатель составляет в районе 110 лошадиных сил остальная же мощность но те же 135 лошадиных сил выдает бензиновый мотор хотя в электронном птс этого gte гольфа указано 149 лошадиных сил и не более то есть это говорит о том что он не будет вас так скажем огорчать момент оплаты транспортного налога итак друзья давайте сейчас наверное переместимся к салону этого автомобиля к интерьеру здесь все достаточно современно так давайте-ка я немного его сейчас вот заглушу у нас тканевый салон тканевый такой ковшеобразный наверное вы видите да насколько вот эти вот у нас боковины поддержки спины большие также здесь прям такие вот серьезные у нас сидения хотя вот это вот не знаю спорно да конечно везде все синяя строчка у отделки материал очень схож с той же алькантарой механическая настройки водительского сидения руль у нас также имеет шильду что эта версия gte везде прорисовка синей линии происходит по картам двери в принципе здесь все похоже и на версию там гольф 7 и посад и восьмые те же блоки значит стеклоподъемников здесь ничего нового есть обогрев электрорегулировка зеркал центральный замок открытие лючка бензобака у нас уже вот этот новомодный руль который используется и в туарегах в посадах с конца двадцатого года сам автомобиль у нас тоже конца двадцатого года куплен у дилера в германии смотрите как теперь они реализовали да вот эти восьмые гольфы то есть приборка переходящая в мультимедиу что-то похожее на современные мерседесы китайцы все остальное короче не тоже в тренде вы посмотрите что они сделали скрестили блок включения головного света и значит сюда же запихали максимальный обдув лобового стекла и обогрев значит заднего стекла очень-очень это что-то по-новому но она используется сейчас во все линейки значит вага в тех же сиатах леонах да все то же самое все те же блоки сейчас я вам покажу как у нас изменилась настройка климатической установки здесь больше нет физических кнопок крутилок этих трех барашков дальше у нас есть подлокотник который может регулироваться удержатель такой вот бутылочки под разные значит объемы электронный ручник автохолд и такой маленький удобный селектор как на шкодах а восьмых да на всех современных вот вагах да то есть на леонах здесь снизу всеми узнаваемые вот эти накладки стальные на педалях на подставке левой ноги так брутально красиво это все это выглядит в реальности ну вот сама торпеда конечно изменилась да вот наверно видите как она такая двухэтажная теперь у них кстати здесь черный потолок достаточно все это гармонично и уютно с таким вот салоном кстати ребят заметили ли нет здесь есть эстетическая вот эта фоновая подсветка в картах дверей она кстати может меняться на другие цвета дальше я сейчас потом присяду заведу его покажу вот эти все такая приборка может меняться виртуальная кокпит сзади место в принципе достаточно несмотря на то что это средних размеров хачбэк у нас трехзонный климат контроль воздуховод для задних пассажиров такие вы смотрите вставки из кожи синего цвета в этих ковшеобразных сидений и так сейчас я вам покажу багажное отделение потом быстренько подкапотное пространство там много всего непонятного по крайней мере для меня то есть большая куча рыжих проводов инверторов и всего остального здесь также у нас гтс синего цвета значит шильда на электро извиняюсь ребят на газоупорах крышка багажника большое количество коку-колы в подарок с автомобилем видимо ну и вот переходник зарядка для значит наших электрических батарей батареи находится вот здесь ребят здесь мне сейчас будет не показать короче находится в нише багажника и так мы сейчас конечно не будем здесь про киловатты как это все заводится как прогревается как прогревается батарея то есть я не настолько инженер чтобы там как-то грамотно вам рассказать я всего лишь делаю обзор показываю автомобили свежепригнанные из европы там на начало апреля 2024 года чтобы вы видели комплектацию такой пробег да и какая стоимость на эти автомобили а так как на русскоговорящем ю тубе от слова совсем нет значит обзора на такой автомобиль поэтому я с удовольствием снимаю для вас такой контент и так друзья сейчас я заведу просто вот здесь такая вот пульсирующая кнопка не знаю видно не видно как она пульсирует об все он заведен и готов к езде сейчас вам отображу пробег на приборный виртуальной приборки 36000 013 километров то есть про кнопки я вам рассказал таким образом можно включить допустим головной свет габариты и выключить свет и автоматическом режиме до фары у нас как и говорил мощные и очень-очень хорошо светит вот эти две секции у нас полностью ледовские моно бровь такая красивая как на современных артеонах shooting break и кристаллинговых артеонах да она теперь тоже светится вместе с включением света меткая вещь нравится брутальный черный низ еще бывает больше на комплектациях 5 таких диодиков с каждой стороны но все же здесь у нас нету но комплектация хорошая и так друзья сажусь за руль нашего автомобиля виртуальная приборка может меняться здесь вот у нас отображается уровень заряда аккумулятора так ребят сейчас одну секунду сейчас покажу вариации приборной доски при так можно вывести либо индивидуализировать ее то есть можно насчет вывести навигацию прямо на приборную доску чтобы было удобно мне нравится такой вот к этой и как выглядит вид здесь погнали как и говорил у нас выбор режимов езды клавиша молд то есть вот режим полностью на электротяге либо сейчас одну секунду либо гибрида то есть можно здесь выбирать уровень заряда батареи при езде рекуперации то есть сделать более мощную либо более слабую нот я думаю сегодня мы покатаемся и в емолоде на электротяге покажу что он достаточно быстро и мягко катится очень быстро конечно убирается у нас наш режим и проедем в максимально заряженном состоянии где будет рабочий турбомотор и электротяга дальше у нас здесь есть куча ассистентов которые подруливают насчет следят за полосой так климатическая установка также включается в этой кнопкой и здесь все у нас достаточно легко всем таким пальчиком управляется вот они теперь сенсорные кнопки как у многих автомобилей то есть вот это управление есть воздухом теплее холоднее но разберетесь да вот это посередине плюс-минус уровень громкости мультимедиа музыка кстати очень достойно играет в этом автомобиле кнопки теперь в этом руле с откликом и сенсорные удобные то есть по блоку включения вам рассказал вот так приблизительно выглядит место водителя здесь есть название что это гольф беспроводная зарядка везде уже тайп си никаких больших классических юсби ключи усе линейки у сиатов у гольфов поменялись такие вот ключ карты теперь они стали выпускать про сам мотор он используется на большой на большом количестве значит гибридных машин это и skoda есть и сеаты ли он и к примеру и тераки гибридные да вот с такой же установкой двигателя и коробки которые имеют обозначение деке 400 и и пассаты гтешные то есть у нас с похожим набором силовых установок и двигателей короче ребят наверное будем переходить к более интересному насчет моменту обзора это тест-драйв до автомобиля посмотрим что и как происходит в движении и ребят перед тем как мы поедем его тест-драйвить немного пару кадров из подкапотного пространства потому что в начале ролика я сказал что вам покажу и багажник и подкапотку и вот я показываю и так четырехцилиндровый бензиновый двигатель турбированный мощность как написано в птс 149 лошадиных сил хотя данные немного разнятся с теми которые указаны на других источниках здесь говорится о том что силовая установка электрическая имеет в районе 110 лошадиных сил и методом вычета мы получаем 135 но 149 возможно ребят может чего-то я не знаю но входные данные 245 лошадиных сил 400 ньютонов крутящего момента мокрая шестиступенчатая коробка dq400e который устанавливается на поперечно лежащие двигатели с моментом до 400 ньютонов достаточно здесь вот понятно здесь честно говоря непонятно куча силовых проводов то есть и много всяких электрических штуковин понятно сейчас многие там неприятные мне люди которые пишут неприятные сообщения сейчас скажет за хером делать обзор на тот автомобиль который ты не знаешь и все такое ребят но принципе по машинам по машине мне все понятно единственное что вот она силовая установка это нужно быть инженером чтобы здесь как-то грамотно вам рассказывать что куда перетекает и как взаимодействует да там к примеру поэтому сейчас мы смотрим на комплектацию расскажу расскажу уже рассказал про пробег и сейчас по тест-драйвем его поэтому не надо сильно там писать неприятные вещи в комментариях ларь бят все сажусь за руль и погнали его обозревать так друзья сейчас будем выезжать я буду тестить давайте сейчас выберем смотрите вот у нас электротяга выбрана на проще говоря и здесь есть еще разные режимы спорт индивидуал и к то есть он будет вообще слишком такой мягкий экономить батарею поедем пока в комфорте потом на электротяге попробуем еще прокатиться в условиях спорта так включаем аварийку то есть самый прикол да как только начинает он движение он начинает издавать определенного вида звук я думаю что это сделано специально в угоду безопасности чтобы пешеходы да там то участники движений слышали что рядом проезжает автомобиль потому что как сравниваем если с какими-то электричками там тесла лиф их вообще не слышно когда они едут поэтому здесь я думаю что то звук сделан специально когда вы сдаете назад или вперед есть но я не могу передать как он что это звук но это знаете как работающий какой-то двигатель такой легко мягко работающий но может быть запишу сейчас отрывок где-нибудь возле машины когда нас трагивается чтобы вы понимали о чем я говорю и так сейчас мы едем полностью на электротяге здесь у нас показывает что уже 84 уровень заряда машина пока сейчас ехала из европы проще говоря в россию то есть по дороге нигде электрических станций не было и она практически вот до 89 процентов зарядилась от обычной езды по трассе то есть это гибрид и он сможет сам себя под заряжать и это очень хорошо то есть в отличие от ну полной электрички да где вы можете проезжать только так скажем заправив ее электричеством она закончилась вы встали особенно это плохо значит влияет на эксплуатацию зимний период времени здесь вы никогда не встанете здесь за что вы будете дальше ехать на бензиновом моторе беспроблемно и подзаряжать батарею и так друзья что могу сказать вак есть вак особенно гольфы они собранные острые по рулежке здесь как и сказал супер какие-то острые такие мощные тормоза потому что чуть накоснувшись до тормозов здесь чувствуется кстати сейчас под нажал рекуперация была здесь отпуская здесь очень хорошие тормоза вы наверное сами видели сейчас когда я снимал обзор какой каких немалых размеров тормозной диск вот это рабочая поверхность тормозная итак друзья сейчас я чуть-чуть выберу момент чтобы обогнать нас двое сейчас в данный момент в автомобиле но смотрите но здесь завелся уже я так понимаю до бензиновый мотор я просто вот сейчас буду в режиме реального времени делиться с вами эмоциями разгона сейчас мы выйдем за город то есть и посмотрим на заявленные цифры заявленные цифры аккуратно нужно ребят смотреть на пешеходов реальные то есть цифры как он будет разгоняться сейчас совсем чуть-чуть и мы с вами посмотрим разгоняется ли он реально 6 5 секунды до 100 итак друзья продолжаем снимать смотрите если в условиях города там если вы не сильно топите то есть он едет на электротяге если вы как-то сильно в тапочку нажали он сам автоматически переходит в режим гибрид вот видите он сам я не переходил он сам перешел здесь все достаточно понятно когда машина едет на электричестве когда подключается сам электрический двигатель так начинается дождь возможно каких-то сейчас результатов мы не достигнем потому что будет скользко поверхность сцепления того же асфальта но все же попробовать стоит сейчас я выйду на безопасный там участок за городом где практически нет других участников движения вот здесь ребят под нашему о нифига себе у по блин ребят приятно едет втягивает как вот на заряженный двухлитровым коммун турбо бензиновом моторе сейчас просто попробуем с места в режим спорт выберем так итак друзья у нас тут сегодня есть драк с собой да он сейчас мокрая поверхность вот показал на первом замере 7 и 3 секунды он реально пушка гонка могу вам сказать сейчас я вам еще раз сделаю замер потому что мы сегодня вооружились уже техникой такой как драк драги замер от 0 до 100 разгона сейчас у нас включен гибрид и 0 100 просто ради эксперимента я вам просто покажу пару раз разгонов этого автомобиля до 100 ну то есть чтобы максимально не мучить его прикольно он выстреливает жаль что он не полноприводный потому что мы вначале ему не зацепиться поэтому такие вот как бы и показатели но и мы стартуем с одной педали так ну что у нас все готово сейчас я просто вам потом покажу готовый результат ребят все нажимаю газ палас сейчас даже так вот он буксует болин какая бешеная табуретка я никогда на них не ездил ну относился так к себе хотя мы гибридным честно говоря мотором когда знаете 1.4 turbo 245 лошадей он реально стреляет так второй замер у нас 9.55 да или сколько 9.55 первые 7.38 наверно потому что был хороший зацеп ну и как говорится бог любит троицу еще разочек но ребят капает дождик может быть сильно я давлю на педали газа сейчас мы развернемся я включусь но первый вот такая жесткая рекуперация у него хорошо наверное будет экономить колодки так ну интересный автомобиль мы сейчас еще я покажу приблизительно динамику разгона на трассе да то есть когда еще сделаем замер и так ребят я буду держаться лучше двумя руками за руль сейчас меня немного поснимают со стороны у нас включен режим спорт коробка в спорте ну и давайте сейчас пульнем немного все нажал да он я чувствую что он даже просвистывает прошлифовывает на переключениях блин ну вот это вообще драйвовый автомобиль и звук у него конечно блин здесь у нас на этом участке я больше 120 мне кажется или 129 не разгонялся тут что-то под 150 сейчас возьму драги у нас чем померил так блин он сейчас ребят не замерил почему-то так первый был у нас 7 и 3 2 мы шлифовали 1 9 с копейками так ну так на обратном пути так ну пускай у меня не будут на колено давайте сюда положу но он реально едет я вот подтверждаю еще раз я уже говорил об этом что он ну я не верил в эти маленькие турбомоторчики но блин конечно это классный разгон у него так ну последний тестовый надеюсь что сработает ребят ну вот это короче конкретно 758 сейчас сейчас давай снимем даже видно там не знаю самый вот он 758 ребят но у нас двое никаких там стартов с ланча там с двух педалей и мокрая так скажем дорога где ему вот сами видели не зацепиться 7 7 и 5 для такого хэчбэка ну реально круто но сейчас вот давайте уберу планшет просто проедемся с вами ты немного еще потом дорогу поснимаешь ладно то есть там чтобы спидометр где вот сейчас мы катимся на электротяге давай я сейчас перевозьму камеру вот то есть ничего не происходит тишь да гладь как говорится не слышно никакого заведенного двигателя хорошо работает рекуперация прям он так вот сильно ее тормозит сейчас но если мы поднажмем у нас идет сумасшедший подрыв блин ребят я вот не ездил на таком автомобиле но мне очень и очень он понравился вот честно вам признаюсь сейчас мы не будем спорт режиме ехать по трассе выберем комфорт выберем гибрид просто ну вот здесь вот тихонечко когда мы едем все чисто на электричестве мягонько так все хорошо но когда мы нажмете на педаль акселератора он становится прям зверем вот прям я чувствую что он и пробуксовывает максималка у него 240 километров в час то есть я не выдумал я смотрел различные англоязычные обзоры читал форумы чтобы собрать максимум информации про этот автомобиль так как его реально ну то есть крайне крайне по нему информации мало и вот они только начинают появляться поэтому тот кто ну возможно потенциальный покупатель приобретет данный автомобиль я думаю что он будет дарить ему какие то сверх классные эмоции эксплуатации и плюс будет дарить приятные эмоции в расходе в городском цикле если вы будете ну ездить в обычном режиме овощ не наваливать то есть здесь можно вообще машину практически не заправлять бензином естественно ну и рулежка конечно отменная ребят и теперь понятно зачем сюда ставят такие немаленьких размеров тормозные диски потому что ну машина реально очень и очень быстро ее нужно будет как-то максимально качественно оттормаживать с высокой скорости так ну дождь дождь у нас усиливается конечно то есть допустим едете по трассе топнули морда поднимается и машина ускоряется вообще бешено просто ну такой горячий горячий хэчбэк ладно ребят будем к концу подводить наш обзор значит у кого какие-то будут вопросы по поводу автомобиля звоните пишите мне потому что машина только что приехала и сейчас будет находиться в свободной продаже поэтому значит мой номер все знаете где найти в описании он есть под каждым постом и роликом также вступайтесь в телеграм-канал в группу вконтакте кто промотал ролик не услышал цену пробег озвучиваю это конец двадцатого года 36 тысяч пробега 3 миллиона 150 тысяч рублей за гольф гт я на этом у меня все всем пока